К другим темам. В Госдуме рассмотрят вопрос об обязательном страховании для владельцев собак бойцовских пород. Активисты направили соответствующий запрос в федеральный парламент. Они заявляют, что в последнее время число нападений животных на людей участилось и владельцы собак должны чувствовать ответственность. Об это и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. В России могут начать сажать за выплату так называемых серых зарплат. Поправки в кодекс предложили внести депутаты Липецкой области. По новой статье директоров предприятий ждет штраф на сумму до полумиллиона рублей, а также принудительной работы или лишение свободы на срок до трех лет. И все это в случае выплаты серой зарплаты, с которой работодатель не платит налогов. По задумке авторов закона проекта уголовная ответственность будет наступать в том случае, если организация в течение года уже привлекалась к ответственности за нарушение трудового законодательства. В Госдуме рассмотрят вопрос о введении обязательного страхования для владельцев собак бойцовских пород. К депутатам обратились активисты, которые считают, что число нападений животных людей увеличилось. Обязательное страхование ответственности для владельцев собак позволит обеспечить оплату лечения или других расходов, которые могут возникнуть в случае, если животное покусает человека, либо повредит его имущество. Медицинским работникам хотят предоставить бонус. Для их детей упростят порядок приема в детские сады. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. При подаче заявлений в дошкольные учреждения приоритет предлагают отдать детям медработников. Они получат места вне очереди. При этом медик сможет претендовать на эту привилегию лишь в том случае, если проработает в сфере государственного здравоохранения не менее пяти лет. По информации российского Минздрава, в выделении мест в дошкольные учреждения нуждается более 60 тысяч детей-медработников.